день добрый всем здравствуйте перед нами польский алфавит в нем тридцать две буквы мы видим как букву пишутся можем прочесть как буквы называются но к сожалению знание алфавита не научит нас ни правильному произношению не чтению поэтому сегодня мы поработаем со звуками научимся как их проговаривать как их выговаривать произношению то есть и потренируемся читать в польском языке ударение словах падает на предпоследний слог то есть например вот у нас слова история мы последний слог с конца отбрасываем и на предпоследний слог падает ударение то есть второй с конца предпоследний слог это происходит практически всегда за исключением прошедшего времени когда мы говорим мы вы во множество на числе. И еще несколько ситуаций, о которых мы уже будем разбирать и говорить в курсе. Итак, в польском языке есть буквы, которые произносятся и читаются привычным для нас образом. Я сейчас буду называть звуки, а вы, пожалуйста, за мной повторяйте. А, Б, Д, Э. Это не звук Е, не смягчайте, это твердый такой брутальный звук Э. Э, Ф, К, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, З. И теперь перейдем к буквам, которые произносятся непривычным для нас образом. Это звук Ц. Потренируемся читать слова. Ц. Повторяйте, пожалуйста, за мной, вслух обязательно проговаривайте. НОЦ. Сердце. Это звук Г. Г. Не произносим его, как в белорусском языке Г. Не произносим его, как Дж. Нет. Это только звонкий, твердый Г. Тренируемся читать слова. ГРОМ, НОГО, ДРОГИ. Звук Х может писаться двумя вариантами. Буквосочетанием или же одной буквой. Как правило, буквосочетание используется в польских словах, а одна буква в таких-то заимствованных словах. Читаем слова, тренируемся. Это звук Е. Твердый звук Е. Но после твердого звука Е, если стоит гласно, она смягчается. Например, в русском языке мы пишем слово йогурт и йогурт. Но мы не произносим его, как йогурт. Мы произносим мягко йогурт. То же самое происходит в польском языке. Читаем слова. Я. Ясный. Яйко. Это звук Л. Мягкий звук Л. Он похож на русский, но в русском языке немножко мягче. В русском мы говорим Л. В польском языке, чтобы правильно произнести этот звук, язычок нужно сдвинуть дальше по нёбу и сказать Л. Этот звук всегда мягкий, буква всегда мягкая. Давайте потренируемся читать. Польска. Люд. Причём, смотрите, О с креской читается как У, а Л у нас мягкая. И мы не говорим слово Люд. Нет, это не Л, Ю, привычное нам в русском языке. Это Люд. Люд. То же самое происходит со словом Лас. Лас. То есть Эль мы оставляем мягкую. Л, Л. А остаётся буквой А. И произносим вместе. Лас. Люд. Польска. Это Эль с креской буковка. Звук К. О. В белорусском языке есть аналогичный звук. У не складовая. Или же этот звук произносится так, как W в английском языке. О. О. Язычком во рту ни до чего не дотрагиваемся. Губками и зубками не дотрагиваемся друг друга, не касаемся. Губки немножко вытягиваем, делаем как бы колечко и произносим У. У. Не называйте этот звук Л или В. Это очень неправильно. Этот звук ближе к У. Мио. У. У. Мио. Восы. По-о-ва. То есть неправильно будет сказать по-ло-ва или по-во-ва. Нет. Только У. У. По-ло-ва. Идём дальше. Это звук В. В. Не путайте с английским. О. Это вот этот звук, а этот твёрдый В. Вольный. Вода. В. Этот звук. И. И. Не смягчайте, пожалуйста, не говорите И или как-то И. И. Такой брутальный звук. И. Э. И. Это звук И. Читаем слова. Сын. Мы. Директор. Помните, мы когда вот здесь эту букву называли как Э, так её и читаем. Не читаем. Директор. Нет. Всё твёрдо. Директор. Директор. Звук И. Ничего сложного. И. Ны. Обратите внимание, пожалуйста, что в польском языке, если написана буква, она обязательно произносится. Даже если две согласные стоят рядышком, их нужно постараться отдельно, членораздельно произнести. И. Ны. Можно медленно начать. И. Н. 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 И. Потом ускоряться. И. Н. Н. И. Н. И. Н. Н. И. Н. И. Н. Н. И. Н. Н. И. Н. Н. И так далее. Один звук, два варианта букв. Звук У может быть вот такой буквой представлен, а может быть О с креской. Читаем. Гура, народ, худы, руды. И есть в польском языке буквосочетания, а также буквы с кропками и с кресками, с точечками и с черточками. Так вот, все, что с кресками, с черточками, это мягкие звуки. Все, что буквосочетание или с точечкой, это твердые буквы-звуки. Смотрите, по парам идут твердые-мягкие, 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 твердые-мягкие. Сейчас мы их научимся произносить. Р, З в сочетании читается одним звуком Ж, Ж. И также З с кропкой сверху читается тоже как Ж. Ж, Ж. С кресочкой читаем мягко. Ж, Ж, Ж. Большая пчелка, Ж, Ж, маленькая. Это звук Ш, твердый, Ш. Мягкий, Ш, Ш, Ш. Так его произнести, как Ш с мягким знаком, такое Щ. Или как ШЧ, но только мы не говорим ЩЧ. Мы одним звуком Щ, Щ, Щ. Ш, Щ. Это звук Ч, такой твердый, брутальный, не похож на тот, который мы привыкли произносить в русском языке. И звук Ч, мягкий звук, как раз тот, который мы используем в русском языке. Ч, обычное Ч, это вот такая с кресочкой буква в польском языке. Буквы сочетания произносим твердо, напрягаясь. Ч, Ч, Ч. Вот этих куча букв читается как Ш, Ч. То есть смотрим Ш, Ч. Объединяем Ш, Ч. Не ЩЧ, не ЩЧ, как мы в русском языке мягко привыкли, а твердо, брутально. ШЧ, ШЧ. И мягкое произношение ЩЧ. ШЧ. Привычное больше нам такое. Итак, почитаем. Значит, З с кропкой сверху или буква сочетания РЗ читается одним звуком Ж. Ж, Ж. Читаем. ЖУЛТЫ, ЖОНА, ВАЖНЫ, ЖЭКО. То есть мы ни в коем случае не произносим РЖЭКО. Нет. РЗ это один звук. Видите, я даже выделила желтым цветом, что это один звук. ЖЭКО. МОЖЕ. ДОБЖЕ. Хорошо. Читаем звук Ш, Ш. ШКОЛА. ВШИСТКО. Обратите внимание на первую буковку. Мы говорили, что это звук В. Но перед глухими он тоже оглушается. И мы говорим его как ближе к Ф. ВШИСТКО. Так легче даже произносить. ШИБКИ. Твердый звук Ч. ЧИСТЫ. И помним, что вот это звук И. Не говорим никогда ЧИСТЫ. Нет. Только ЧИСТЫ. ЧИСТЫ. ВЧОРОЙ. Не ВЧОРОЙ. Нет. Ни в коем случае. О ОСТАЮТСЯ О. И ЧИСТЫ ОСТАЮТСЯ ТВЁРДЫЙ. ВЧОРОЙ. ДЛАЧЕГО. Очень часто слышу ДЛЯЧЕГО. ЧЕМУ. Какие-то такие неправильные произношения. Поэтому старайтесь. Первое время, возможно, придется напрячь речевой аппарат. Потренируйтесь, у вас все будет получаться. ДЛАЧЕГО. Э ОСТАЁТСЯ ТАКЖЕ ЗВУКОМ Э. НИ Е. Буквы сочетания ШЧ. Тоже произносим твердо. ЕШЧЕ. ШЧЕГУЛЬНЫ. И мягко. ШЧЕ. ЧЕСТЬ. Здесь смотрите, как слово произносится. ЧТВЁРДО. Э. Э. И мягенько в конце. ШЧ. ЧЕСТЬ. ЧЕСТЬ. ИШЧЕГО. 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 ДОСТЬЧЕГО. ДОСТЬЧЕГО. Смотрим, что мягкость буквам-звукам придает кресочка. Но также мягкость может получаться за счет того, что стоит буковка И. Итак, прочтем. ШЧЕГО. И это тоже ШЧЕГО. То есть С с креской, С с буковкой И. Это один и тот же звук. ШЧЕГО. Ч ЧЕГО. Помним, что было С. Но буковка И, как волшебная палочка, стоя рядом, преобразовывает букву в совершенно другой звук. Итак, это Ч и это Ч. Ж, Ж, мягенько, Ж, Ж. Посмотрим слоги, постараемся их прочитать. Под слогами написала транскрипцию, причем для буковки Щ я написала две транскрипции, кому как проще. Это может быть мягкий звук Щ, как будто бы с мягким знаком Я, Щ. Или же Щ, Щ, Щ. Вот буква Щ, Ч. Произносим Щ одним звуком Щ. Итак, читаем. Щ, Щ, Ч, Ч. То есть буква Ц и звук Ц вроде бы, но буковка И как волшебная палочка преобразует. Она смягчает две буквы, между которыми она находится. И Ц и У превратились у нас в Ч. Ч, Ж, Ж. Потренируемся читать слова. Вначале Щ. Вначале Щ. Щестра. Щмешны. Вначале мягко. Здесь Э у нас переходит в Е, потому что буковка И смягчает. Звук И здесь не читаем, он для смягчения. И буква сочетания Ш, Ш, звук Ш твердо произносим. Шмешны. Щильны. Ктось. Тренируем звук Ч. Чемны. Частко. Быч. Чвичение. Мягкое начало Ч. Ч в серединке твердое Э. Такое грубое. И в конце мягкое НЕ. Чвичение. Звук Ж. Желоны. Пожем. Девчина. Не девчина. Нет. Остается в серединке у нас Ч твердый Э. Такое грубое, брутальное звук. И вначале начинаем мягко. Дж. Причем ДЗИ читается одним звуком Дж. Не девчина мы читаем, а одним звуком Дж. Мы уже с вами знаем, что буква сочетания РЗ читается одним звуком Ж. Но после ПТКХ РЗ читается как Ш. Кш. Тш. Кш. Кш. Читаем на примерах. Пш. 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 Падек. Тш. 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 Тше. Ба. Кш. Ж. Кшан. Хорошо. Есть звук Н. Твердый. И также есть мягкий НЕ. Этот звук может быть как Н с креской НЕ. И также мягкость звука Н может передавать буковка И. Тренируемся. Конь. Встань. Банька. НЕ. НЕБО. НЕКТУРЫ. И самые удивительные буквы польского языка. Хвостатые буквы ОГОН. Это хвост. ОГОНЕК. ХВОСТИК. Буквы с ОГОНКЕМ. С ОГОНКЕМ. То есть с хвостиком. А с ОГОНКЕМ. Э с ОГОНКЕМ. Произносятся эти буквы, эти звуки как носовые. А с ОГОНКЕМ. Произносятся как ОН. ОН. Немножко похоже на ОН. Только туда в нос говорим. ОН. ОН. Э с ОГОНКЕМ. Произносятся как ЭН. Похоже тоже на ЭН. Но в нос говорим. Туда в горло. В нос. ЭН. Чтобы было легче и приятнее жить нам проще в произношении этих хвостатых букв. В середине слова. В середине слова. А с ОГОНКЕМ. Мы можем говорить как ОН. В конце слова. Мы можем говорить ОУ или ОМ. ЭС ОГОНКЕМ. В середине слова. Мы произносим как ЭН. В конце слова. Просто произносим как Э. Иногда можно услышать как ЭН. ЭЛ. Как-то так. Но это считается, знаете, таким уже выпендриванием языковым. То есть даже поляки грамматически правильно в польском языке считается произносить в конце Э. Давайте потренируемся читать. А с ОГОНКЕМ вначале. СКОНД. То есть можно просто пока мы тренируемся говорить ОН в середине слова. СКОНД. БОНД. ГОРОНЦО. МОНЖ. КЩЁНШКА. Видим, что ЭС. Но так как стоит буковка И, то звук превращается в Щ. КЩЁНШКА. Здесь у нас становится мягенько. В серединке наша замысловатая ОН. Мы произносим как ОН. Ж. Твёрдая. КЩЁНШКА. ЛОНСЫ. Потренируем хвостатую Э. ЭС. ОГОНКЕМ. В середине как ЭН. В конце как Э. Просто. ВЕНС. Видим, буква И смягчает. И получается не ЭН, а ЕЛ. ВЕНС. МЕНЗЫ. МЕНЗЫ. Опять же, буковка И смягчает. МЕНЗЫ. ВЕНГРЫ. Здесь уже твёрдо, нету смягчения. ВЕНГРЫ. ЙЕНЧЭЧ. Здесь, смотрите, ЙЕН. Ш. Твёрдое. Э. Ч. Мягкое в конце. Трохе. Просто как Э. В конце как Э читаем. Трохе. Проше. ВИДЗЕЧЕ. 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 самому. Эту частицу произносим как ЩЕ. Как будто у нас по язычку что-то ветерок скользит, вылетает и ласкает ушки слушающего нас. ЩЕ. ЙЕНЗЫК. Было слово «трэшч», «привет», добавился «огонок» и поменялось значение слова «стала часть». Смотрите, твёрдое «ч», твёрдое «н» и мягенько завершаем «ч». Перед буквами «б» и «п» хвостатые наши звуки произносятся как «ом», «эм». В середине мы можем называть «он», «эн», перед «б», «п», «ом», «эм». Потренируемся чуть позже. Перед «эль» с креской, перед звуком «у», чаще всего это прошедшее время. Вот эти хвостатые буквы свою носатость отбрасывают и произносятся просто как «о», «э». Потренируемся. Аз о гонке. Хцом. Донжение. Видите? В конце, когда стоит, ближе к звуку такому «о», «ом», «хцом», а в середине мы можем как «он» читать. Донжение, гоншч, монж, прошом, вонхаем, вон, как «он», а в конце как «йом», «йо», 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 что-то такое «между». Вонхайл, вонски, повторяйте, пожалуйста, всё вслух, «звёнзек», и буковка смягчает, «интересуёнце», здесь потренируем сразу «э», «э» звук и нашу буковку, «интересуёнце», «гоомб», перед «б», «п», читаем как «ом», «м», «м», «гоомб», «постемп», тоже как, давайте посмотрим ещё раз, перед «б», «п», читаем как «ом», «эм», «постемп», «зомб», «доконт», появляется опять наш носовой «н», «доконт», «горонцо», «конт», «мондры», «пёнтек», «сонджи», «э» хвостатая, «эзогонки», перед «б», «п» читаем как «эм», поэтому произносим «зэмбы», в серединке как «эн» можно произносить, «гэнсты», «ренка», «бэнджа», «дэзэ», так как стоит буковка «и», превращается в звук «дж», «дж», «бэнджа». Буковка «и» смягчает буквы, между которыми она стоит, «э» превращается в «е», «дэзэ», «дж», «бэнджа», «цэнги», «цэ», у нас ничего не смягчает, «голэнда», «пэнзэл», «вэндровач», «глэмбоки», перед «бп» читаем как «эм», «глэмбоки». Потеренируем еще звук «э», часто говорят, например, «чтеры», как-то «чтеры» произносят, я даже так не могу произнести, но часто это слышу, «чтеры», твердое «дж» и «э» мы не смягчаем, «чтеры», «эуропа», то есть мы не говорим «еуропа», нет, только «э», «эуропа», если нет смягчения, звук «э» остается звуком «э». Уния европейска, э, э, европейска, эмерит, эмеритура, экзамен, я немножко странно говорю, стараюсь проговаривать медленно и четко, университет, интеллигенты, спортовые, хербата, не говорите «хербата», никого никуда не посылайте, хербата, э, ровер, спацер, тэж, добже, кшесло, помните, что «рз», как «ж», но после «п», «к», «т», «х» читаем как «ш», кшесло, коперта, сэр, этот звук «ы», помним «ы», также такой вот грубый «ы», напрягаем, «сын», «рынок», помним про «э», не забываем, «дентиста», «добры», «музыка», «традыцый», «з грзбами», «грз», «грзбами», «тылко», «пшыклад», «шыячел», «ч», буковка «и» превращается в «ч», «шиячука», «шиячука», «звук «у», помним, что может вот так писаться, может вот так писаться, по пару слов прочитаем, «стул», «цурка», «самохот», «автомобиль сам ходит», «самохот», «муй», «комурка». И очень важно, если в польском языке написана буква «о», она читается как «о», нужно четко произносить звук «о», не превращать его в «а», как бы нам этого не хотелось, не «комурка», нет, ни в коем случае, только «комурка», «крутки», «жуты», «ружовы», «жув», «улица», «разумим», «цукер», «денькуе», «ужонт». И немножечко буквосочетание «рз», звук «ж» потренируем, то есть мы помним, что мы не говорим «ржека», «морже», нет, 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 только «ж». «Жека», «морже», «гжибы», «повтужич», «добже», «пожондек», «двожец», «бжитки», «кухаж», «лекаж», «танцешь», «малаш». Чудесно. Здесь я написала небольшую напоминалочку, можете сейчас сделать скрин с экрана, можете нажать на паузу, выписать, записать, можете отскринить, и я написала короткую заметочку, как же мы учимся читать, произносить и запоминать польские звуки, звукосочетания, буквосочетания, можно напечатать, распечатать, можно написать, можно скрином пользоваться. Берем какой-то польский текст, кладем рядом с собой подсказочку и смотрим слово, смотрим, как эти буквы читаются, произносятся, проделываем такую работу. А мы давайте с вами сейчас потренируемся читать. Буду читать медленно, вначале полностью предложение, а потом рассказывать, почему так происходит. Итак, читаем. Каща, видим, что буковка И смягчает две буквы, между которыми они находятся, как волшебная палочка, один звук превращает в другой. Язычком ни до чего не дотрагиваемся, губками, зубками не соприкасаемся, вытягиваем губки, такую в трубочку и произносим звук у, у, похож на английский W. Ма, ом, можно прямо в конце, когда стоит а с огонким, как будто звук ом произносим. Цуречка. Здесь мы видим, о с креской читается как у, цуре, э оставляем как э. Ч, твердая, в конце э с огонким читаем просто как э. Цуречка. Их цуречка, мяуа, на имя зужа. Их цуречка, только что разбирали это слово, мяуа, мы не произносим мяуа, мяуа, нет, только звук о. Мяуа, на имя, носового звука здесь нет, но так как стоит буква И смягчает, э превращает в е, имя зужа. Первая З, твердая у нас З, У, и так как стоит буква И, З превращается в Ж, а смягчается, ближе к Я становится. Зужа. Зужа отдавна прощила своих родицу о малого песка. Зужа отдавна прощила, и смягчает С, она превращается в Щ, звук О, прощила. Своих родицу, дезе, так как стоит буковка И, превращается в Ж, в мягкое такое ДЖ, одним звуком. Родицу, то есть мы не произносим роджицу, нет, дезе смягчается вместе. ДЖ, родицу о малого песка. Она не мяла родзейнства и не мяла щаским варить. Она не мяла родзейнства. Смотрите, дезе у нас ничем не смягчено, остается твердая звонка ДЗ, Э, остается звуком Э. НИ, мягкое. Родзейнство. Родзейнство, кстати, интересное слово, в русском языке нет аналогичного одного слова. Это когда у нас есть родной брат или родная сестра, или их несколько братьев, сёстр родные, то в польском языке для этого есть одно слово родзейнство. Мам родзейнство, не мам родзейнство. Есть у меня кто-то из родных братьев, сестёр или нет. И не мяла щаским варить. Видим частичка щас в русском языке, это как окончание ся, играть, играть, ся, учить, учиться. В русском языке это окончание приклеено к слову. В польском языке частичка щас отдельно, и оно может бегать по предложению. Может стоять сразу за глаголом мяла щас, может стоять перед глаголом, и даже между этими словами может быть ещё какое-то слово. Читаем дальше. В неделе Каша и Войтек разом с Зузьом пошли до схрониска на псов. В неделе, видим, ДЗ смягчается буковкой и превращается в звук Дж. В неделе, просто Э в конце, Каша мягенько и Войтек разом с Зузьом пошли, это звук Ш, две буковки, но один звук, до схрониска С и один звук Х, схрониска для псов. Букву О с креской мы читаем как звук У. Они, ударение не забываем, в польском языке падает на предпоследний слог, даже если это короткое слово, мы не говорим ОНИ. Мы говорим ОНИ и проговариваем букву О чётко. ХЧЕЛИ, буковка И, звук С превращает Ч, ХЧЕЛИ, ЗОБАЧИЧ, всё твёрдо, и в конце мягенько заканчиваем Ч, Ч, И, Ч, ЗОБАЧИЧ, опять же звук О чётко проговариваем, ЗОБАЧИЧ, Ч, не говорим ЧИ, ни в коем случае, говорим твёрдо, видим твёрдо Ч, твёрдо Й, ЧИ, там, БЕНДЪЯ, ЯКИШЬ, МИЛЫЙ, ПЕСЭК. ЗУЗЯ ЗОБАЧИЛА МАЛЕГО, БЯЛЕГО ПЕСКА. ЗОБАЧЧЕ, ЯКИШЬ ЛИЧНЫЙ ПЕСЭК, ЗАВОЛАЛАЛА ЗУЗЯ. ЗОБАЧЧЕ, ЗО, ОПРОГАВАРИОМ, ЧИТВЁРДЕ, И в конце мягенько ЧЕ, буковка И смягчается. ЗОБАЧЧЕ, ЯКИШЬ ЛИЧНЫ, ЩЬ, МЯХКА, ЛИ, ЧЬ, ТВЁРДЕ. ЩЬ ЛИЧНЫ, такой язык крайности от мягкого к твёрдого, от твёрдого к мягкому. ПЕСЭК ЗАВОЛАЛА ЗУЗЯ. ЛА, ЛА, НЕ ЗАВОЛАВА, НЕ ЗАВОЛАВА, НЕ ЗАВОЛАВА, НЕТ, И ПОЕХАЛИ ДО ДОМУ. В ДОМУ ЗУЗЯ ПШИГОТОВАЛА ДЛА ПЕСКА ПОСЛАНИЯ И ДАЛА МУ ВОДЫ. ИНАГДА ПУТАЮЦЯ У, И, буковки, запоминаю, МУ ВОДЫ. ЗУЗЯ НАЗВАЛА ПЕСКА ПУШЕК, ПОНЕВАШЬ, ПОМНИМ, ЗЭТ С КРОПКОЙ, ТВЁРДОЕ Ж, ПОНЕВАШЬ, МЯУ БАРДЗО ПУШИСТОМ ЩЕРЩЬ. ПУШИСТОМ, ЗВУК Ш, И, В КОНЦЕ МОЖЕМ ЧИТАТЬ КАК ОУМ, ПУШИСТОМ, И здесь всё слово мягенько, слово шерсть русская по-польски читается как щерщь. Смотрите, С смягчается, буковка И превращается в Щ, здесь тоже ЕРЩИЧ, ЩЕРЩЧ, ЩЕРЩЧ. ПУШЕК БЫЛ БАРДЗО ВЕСОЛЫМ И МОНДРЫМ ПСЭМ. Обращаем внимание на слово весолым, не весолым, Э, весолым и мондрым псэм. ЗУЖА, ЦОДЖЕННЯ, обращаем внимание на это слово, две буковки Н, два звука Н проговариваем. ЦОДЖЕННЯ, не ЦОДЖЕННЯ, как-то нет, чётко Н, Н, ЦОДЖЕННЯ выходила с ним на спацер. ТЕРАЗ МЯЛА ПШИЯЧЕЛА, С КТУРЫМ МОГ ВАЩЕ БАВИЧ. МОИ ХОРОШИЕ, ЖЕЛАЮ ВАМ УСПЕХОВ, ЖЕЛАЮ ВАМ УДАЧИ, ТРЕНИРУЙТЕСЬ, ПОЖАЛУСТА, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПОДСКАЗОЧКУ ПЕРВОЕ ВРЕМЯ, И ВЫ ВСЕМУ НАУЧИТЕСЬ. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...